Здравствуйте! Какие грани современной жизни высвечивают театральные постановки произведений классиков? Как жилось бы сегодня персонажу Чехова с фамилией Иванов? И как актеры находят общее с героем? Об этом говорим в нашей студии актер, режиссер, художественный руководитель театра «Самарт» Павел Маркелов. Здравствуйте! Здравствуйте! И режиссер Анатолий Праудин. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сначала вспомним самое яркое впечатление года ушедшего, года театра. Каким он был для вас? Вот коротко, просто вот такая вспышка из сферы театра. Ну для нас однозначно это, наконец, запуск нашей новой сцены. Это событие, которое останется в памяти на всю жизнь не только у нас, я думаю, наших зрителей. И однозначно будет ассоциироваться с годом театра. И мы, наконец, смогли вывести наши давние идеи, над которыми начали работу уже несколько лет назад. Вот в частности, Иванов. Правда, что четыре года над ним работали? Что четыре года назад, по-моему, говорили? Да, если не пять. Сейчас уже, наверное, даже в этом году будет уже пять лет летом бы исполнилось. И к этому первому юбилею выпуск подоспеет премьера. Все это время вот ожидали этой новой сцены, ожидали мы, ожидали наши зрители. Был проведен такой большой, уже пять лет назад, большой подготовительный процесс. Мы уезжали в экспедицию, про которую уже тоже все наши зрители хорошо знают. Да, вот видите. Даже я знаю. То есть спектакль, по сути дела, был собран уже вот четыре года назад. Новая сцена и премьера нового спектакля, о котором мы сегодня будем говорить. Анатолий, как долго вы из 90 лет существования театра «Самарт» с ним сотрудничаете в качестве режиссера? Первая постановка – это были «Таланты и поклонники» у нас с вами. Лет 10? Уже даже больше, наверное. Это был где-то 2007-й, то ли 2008-й год. Я сейчас боюсь ошибиться в датах. Ну, то есть уже более 10 лет. Более 10 лет. Чем вас привлекает вот такая специфика «Самарта»? В чем она, взгляд со стороны? Я, честно говоря, специфики не улавливаю. Никакой. А у каждого театра не должно быть свое какое-то вот... Чем «Самарт» отличается от других? Нет? Ничего такого? Вы знаете, я иногда утром спрашиваю себя... Где я? Где я? Вот. Нет, естественно, есть, так сказать, как бы нюансы, но в целом театр... Театр как театр. Театр как театр. Пять лет назад вы стали готовиться ставить этот спектакль «Иванов». В связи с чем вот такая вот основа, подоплека, да, взять вот именно эту драму Чехова? Какие-то ассоциации, может быть, с нашим временем? Какие-то вот что-то вас такое задело, и вы почувствовали, что было и тогда, и сейчас это у нас начинает проявляться? Знаете, почему говорю? Потому что вы как-то говорили, почувствовали атмосферу нелюбви в обществе, да, и поставили «Ромео и Джульетта». А сейчас вот Иванов, и что сегодня у нас есть оттуда? Да, ну, это вопрос скорее к Анатолию Аркадьевичу, а я единственное, что на эту тему могу сказать. До этого мы имели опыт совместности с Анатолием Аркадьевичем обращения к Чехову. Это была «Чайка», выпущенная в 10-м как раз или в 11-м году. И когда режиссер вступает в какие-то отношения с автором, то это такая особая его личная, интимная, может быть, местами даже история, про которую, если Анатолий Аркадьевич сможет поделиться сейчас с нами, то расскажет подробнее. Ну, театр как театр, Чехов как Чехов, потому что, конечно, после Чехова надо привыкать к другим авторам, и все время хочется вернуться к этому автору, и так ловишь себя на ощущение, что, может быть, наступит такой момент, когда будешь ставить только Чехова, и все. А почему? А вот потому что Иванов, а потому что дядя Ваня, а потому что дядя Лена, а потому что это все про нас с вами, потому что он, так сказать, беседует с нами на самые тонкие и животрепещущие проблемы нашей души. Вот. И мы как в зеркало смотрим подчас и узнаем себя. От себя через него. И это возможность поставить зеркало, так сказать, по рампе, вот так, чтобы и люди узнавали себя. И вот, в частности, пьеса Иванов, где, по-моему, подчеркнута, так сказать, такая фамилия. А как правильно, кстати, вот многие говорят, Иванов, от вас слышу Иванов. Вы знаете, и так, и так правильно, и так, и так правильно. И, наверное, в каких-то, так сказать, ситуациях Иванов... Ну, а тут уже Иванов, конечно, так вот. В каких-то ситуациях Иванов становится Ивановым, вот, а в каких-то Иванов становится Ивановым. Вот, поэтому тут, наверное, Чехов всегда, так сказать, актуален, Чехов всегда точен. Ну, и в частности, когда исследуется, так сказать, как бы судьба краха человеческой, да, человеческой жизни, он безжалостно исследует причины этого, вот, и беседует с нами об этом, а мы, в свою очередь, пытаемся, да, так сказать, со зрителями поделиться вот этими острейшими нашими жизненными проблемами. Вы сказали, исследование краха, в связи с этим вопрос все-таки это драма или комедия, потому что неоднозначно, неоднобок и вообще непонятное отношение к этому произведению. У Чехова написана сцена из деревенской жизни, поэтому тут такая жанровая, так сказать, задача проще. Как чувствуешь такие дела, это не «Чайка», где комедия, и не «Вишневый сад», где комедия, вот, и с этим надо как-то разбираться, вот, а здесь сцена из Иванов, сцена из деревенской жизни, иными словами, Иванов, сцена из нашей жизни, да, поэтому, поэтому мы в этом смысле были свободны, вот, и позволили спектаклю обрести те жанровые свойства, которые рождались во время репетиции. Но это будет, вы сказали, сцена из деревенской жизни, но это же не вот осовремененная действительность, не наша деревня будет там фигурировать, или... Вы знаете, это вообще не деревня, да, потому что под деревней все-таки мы... Чехов подразумевает, опять-таки, нашу обыденную жизнь, которую мы живем... Такая вот бытовуха по вседневности. В деревне, не в деревне, в Саратове, в Нижневартовске, в Самаре, в Петербурге, нет, в Нью-Йорке. Да, это, так сказать, такой островок человеческой жизни, который географически может протекать в любой точке земного шара. Но, конечно, все-таки речь идет о русском человеке, речь идет, так сказать, тоже о, может быть, наших, так сказать, как бы, национальных душевных заболеваниях, вот, которые исследуются и подвергаются безжалостному анализу. Павел, вы никак не задействованы как артист? Задействованы самым прямым образом, и сейчас буквально с репетиции, поэтому я в костюме... И ваш герой... Да, в костюме из спектакля. Мы прям выбежали, скорее, сюда, на записи эфира. Мой герой – это доктор Львов, человек, влюбленный в героиню, и он же человек, вынужденный сопровождать ее уход из жизни, потому что она смертельно больна. Чехов – это мастер любовных многоугольников. Поэтому, если возвращаться к вопросу о комедии, драме и прочее, ну, Чехов – это, по-моему, всегда комедия, потому что он закручивает такие лабиринты, такие многоугольники, которые с некоторого ракурса всегда обязательно покажутся уже смешными. Знаете, как в сериалах почти что. Вот если бы это не было вот так вот грустно, если бы это не была такая именно драматическая тема, которую он понимает и исследует как автор, то это была бы какая-то... Какой-то был бы вполне себе банальный сериал или программа, какой-то ток-шоу на телевидении. Какое ваше отношение к вашему герою? Вы его жалеете, оправдываете, сочувствуете, любите, понимаете. Вам важно найти вот это нащупать отношение? Или просто вот перевоплощаетесь и все? Ну, нет, я думаю, конечно, всегда артисту важно понимать свое отношение к персонажу. Как-то, ну, без этого, наверное, не бывает. Если бывает, то это крайне удивительные страны. Только тогда, наверное, возможна какая-то коммуникация, да, и с материалом, и в итоге со зрительным залом, когда ты выходишь на какую-то человеческую тему, тебе понятную, ясную. И далеко не всегда это бывает сочувствие своему персонажу. Иногда бывают и разоблачения какие-то. Гораздо интереснее, когда ты имеешь возможность и понимать, и сочувствовать, и разоблачать одновременно. То есть, чем более такой сложный, парадоксальный материал, тем как-то любопытнее в нем оказаться, внутри него оказаться. И вот Чехов — это такой автор, который как раз дает возможность далеко не самого однозначного отношения к своим персонажам. Они в целом такие узнаваемые, живые люди, в которых можно и нужно узнавать и самого себя. Во-первых... Вот черта, которая вас объединяет с доктором Львовым. Ну, мой персонаж, он чуть, наверное, моложе меня вот на данный момент моей уже биографии, моей жизни. Да, и я в нем узнаю больше вот себя лет так 15 назад. Это человек, который очень хорошо знает, что такое хорошо и что такое плохо. И человек, который судит других людей. То есть, он такой судья. Ну, если так упрощать, я сейчас упрощаюсь, что по большому счету уже в какой-то момент и не есть хорошо. С одной стороны, хорошо иметь вот это понимание и чувствование внутреннего закона, что такое хорошо и что такое плохо. Но этот закон прежде всего надо... Мы как взрослые люди понимаем, что этот закон прежде всего надо выдерживать в отношении самого себя. И дальше вот уже становится перед нами, перед зрелыми людьми становится вопрос, а надо ли, и если надо, то в какой форме, и как, и взаимодействовать с окружающими на тему своего ощущения правды. Ну, доктор Львов однозначно такой проповедник по своему архетипу. Это такой проповеднический тип. И, в принципе, конечно, он чуть-чуть теряет грань. Вот ходит по грани, ходит, ходит по грани. Ну, там многие, кстати, в этом спектакле, в этой драме ходят по грани, если не каждый, да? Анатолий, чем был мотивирован выбор вашего главного героя, артиста, на роль Иванова? И кто это, кстати, будет? Озвучим. Это Добряков Дмитрий. Вот тоже хотелось подчеркнуть какую-то, так сказать, как бы вот общность его, да? Вот хотелось, так сказать, остановиться не на героя, который отличается от всех нас, а хотелось, так сказать, как бы, видимо, выбрать актера, который похож скорее на всех нас. Поэтому он тоже такой лысоватый, он тоже такой кругловатый. Добряков, от не в слов. Кругловатый. Он тоже такой без, так сказать, как бы без таких манких, так сказать, внешних свойств. Вот, наверное, так сказать, сейчас уже я не помню, это было пять лет тому назад, но, наверное, скорее всего, да, выбор актера, так сказать, диктовался вот этой задачей. Скажите, а вот когда Евгений Миронов, он же тоже играл в этом спектакле, да, и даже они в 2018 году, они взяли какую-то премию. Сейчас «Золотая маска» 2018 года в Театре нации Евгений Миронов исполнял роль Иванова. Есть что-то общее? Ведь когда мы говорим о Евгении Миронова, тоже, да, у него нет таких вот ярких выразительных черт, за которые можно зацепиться, ассоциировать. Он такой вот... Ну, возможно. Есть что-то. Возможно, сейчас просто он все-таки несет за собой шлейф, так сказать, блеска, вот, не без этого. Поэтому тут сравнение, наверное... Да вообще он занимается своей гимназией, то есть, ну, вот, теми проектами, о которых Иванов в пьесе говорит. Нет, ну, имеется в виду, что у него энергия, конечно, успешного, такого яркого, блестящего барина. Вот. Поэтому я не знаю, как с этим он справился. Ну, может, справился уже все равно. Он, наверное, справился, раз они «Золотую маску». А вы не видели, Анатолий? Я нет, я не видел. Ну, а где играл Смоктуновский? Это вот постановка МХАТа. Вы знаете, я смотрел... Знаете, какой спектакль Иванова? Я смотрел Иванова, где Иванова играл Леонов, Евгений. Может быть, так сказать, как бы выбор... Может быть, так сказать... Я был уже, так сказать, как бы подготовлен этим опытом к тому, чтобы выбрать того или иного актера. Не навеяло, вот, потому что Леонов, он тоже такой, да? Потому что Леонов, это было, конечно, для меня, так сказать, как бы просто удар. Когда в центре героев в любовных многоугольниках... Леонов. Леонов. Вот. Это было со мной... Сначала это было... Сначала это шокировало, а потом, так сказать, на это уже перестаёшь обращать внимание, потому что всё... Действительно, там другие законы. Я хотела бы узнать, у режиссёра у вас лично какой принцип? До того, как ставить спектакль, вы смотрите, как другие режиссёры, постановки других режиссёров? Или нет? Вот ваша позиция? Потому что у всех она разная. Некоторые смотрят, смотрят, а потом что-то делают. Мы так ленивы и нелюбопытны. Порой и хочешь посмотреть... Ну, лень, да. ... работу другого режиссёра, но сил нет. Нет. Ну, пьесы Чехова так или иначе, там, раз в 14 всё равно, так или иначе, где-нибудь да увидишь. Вот, поэтому... Но, опять-таки, понимаете, наша гнусная режиссёрская природа, она чужие спектакли, как правило, воспринимает как провокацию для полемики, нежели как, так сказать, повод для подражания. Понятно. Павел, сразу спрошу у вас. Вы ставили «Ромео и Джульетта», и совсем недавно была премьера Театра Самарского художественного витража, они тоже поставили. Павел Карташов, ваш тёзка, тоже «Ромео и Джульетта». Смотрели, нет? Нет, ещё не видели. Не видели. Интересно посмотреть? Да, ну, вот, Анатолий Аркачев хорошо про это сказал. Да, понимаете, тут даже, уж не знаю, сугубо ли это режиссёрская, или всё-таки актёрская тоже, был у меня неоднократный опыт, когда я смотрел спектакли, в которых сам был как актёр, по пьесам, которые были поставлены у нас, в которых я был занят как актёр. И это неизбежно вызывает действительно такую внутреннюю полемику, и ты всё время чувствуешь себя несколько так вот дискомфортно. Это интересно, бывает интересно, бывает любопытно, но это такое неоднозначное переживание для тебя, как для зрителя, потому что ты смотришь... Другими глазами, да. Ну, у тебя предвзятая, конечно, тут позиция. Если вернуться к фигуре Иванова и представить, что он жил бы вот в сегодняшнее время, в наши дни, каким бы он был, вот как вы его представляете сегодня? Ну, всё-таки, скорее всего, так, как мы делаем. То есть это современная? То есть у вас будет всё-таки современная такая трактовка или нет? Ну, как можно сказать, мы не подчёркиваем признаки эпохи, хотя... А, да уже без этого. Не подчёркиваем признаки эпохи, хотя там нет мобильных телефонов, нет, так сказать, как бы мерседесов, нет, так сказать, видеокамер. Но, с другой стороны, так сказать, в этом смысле мы тоже аккуратно, чтобы это не сбивало, чтобы было, так сказать, ощущение, так сказать, истории на все времена. Вот, поэтому это и в костюме, это и в деталях, это и во всём. А в чём, ну, громко будет сказано, но всё-таки трагизм жизни мужчины в современном мире, в нашей действительности, в России, вот трагические черты, характеристики, вот данность такая вот чуть, вот трагизма. Ну, вот вопрос, вопрос корневой, так сказать, почему, когда иссякает всякая энергия, сила, желание, так сказать, бросаться на мельницы, вот, когда исчезает азарт жизни, когда иссякает энергия, так сказать, деятельности, жажда борьбы, драки в хорошем... Это для мужчин очень актуально, всегда, именно для мужчин. Совершенно верно. И вот, наверное, многих из нас с героем объединяет вот эта вот странная внутренняя драма, когда вдруг ты понимаешь, что уже кроме пива и футбола, да, на самом деле уже ничего не интересует. И это страшно. И главное, что вот ощутить, поймать это. И это не тогда, когда тебе 98 лет уже, да, а это тогда, когда ты, собственно говоря, находишься в кульминации, так сказать, как бы, да, своих, вроде бы, своей жизни, своих сил, ума, интеллекта, так сказать, дарований и так далее. И вдруг что-то надламливается, так сказать. Видимо, какая-то ошибка закрадывается с самого начала. Видимо, надо внимательнее относиться, так сказать, как бы к своим поступкам, к своим мыслям, к своим, так сказать, своим деяниям. Очень внимательно относиться к помыслам, очень внимательно относиться к целям, очень внимательно не... Во всяком случае, вот герой, изучая, так сказать, как бы и пытаясь понять, что с ним происходит, в качестве, так сказать, такого притчевого эквивалента своей проблемы приводит историю одного работника в его поместье, силача человека, Герасимов он зовут, не помню. Ну, что-то... Герасим — это ассоциация уже с мощной... Как это был могучий богатырь. Вот, и однажды хотел он, захотел он перед девками силой своей похвастаться. Взвалил на себя четыре мешка и сломал спину, и умер. Вот, понимаете, и вот отсюда у нас стало, так сказать, как бы мы стали, так сказать, как бы мы обратили на это внимание, и вот отсюда, так сказать, у нас возникло, так сказать, как бы впечатление, что иногда... Не надо рваться, да? Нет. Нет? Нет. Вот ради чего надрываемся? Ради того, чтобы перед девками свою силу показать? Или ради какого-то важного дела? И вот, вы знаете, вот если не ради самолюбования, да, не ради самодемонстрации, то сил хватает надолго. Да, вот как важно, как хорошо подмечено. А вот если ради того, чтобы покрасоваться, вот тут жди беды. И вот тут можно действительно растерять всё то, что Господь Бог даровал, так сказать, как бы с самого начала. Павел, о помыслах, если продолжить, сейчас извините, Анатолий. Ваши помыслы... Вот говорили уже об энергии. Вы сегодня на каком уровне энергии? У вас есть помыслы в режиссуре, в чём-то ещё? Где-то сняться, что-то поставить? На каком вы витке жизненном сегодня? Как себя ощущаете? Да я себя примерно ощущаю так же, как и раньше. Для меня всегда было... Это уже, знаете, такие, конечно, личностно-экзистенциальные темы, но для меня всегда было важно заниматься... Как бы культивировать свой интерес. Интерес к тому, чем занимаешься. И не позволять... Не то, чтобы даже не позволять. Мне просто всегда было мучительно заниматься тем, что неинтересно. От этого, собственно говоря, и все мои, наверное, главные конфликты в жизни шли. То есть, если неинтересно, такая позиция не занимаясь. Не переселивать себя, не заставлять... Вот на уровне какого-то прям почти физиологического какой-то брезгливости заниматься тем, что неинтересно. Просто другой вопрос, что с опытом, если говорить о профессии, ты накапливаешь опыт и уже становишься гораздо более избирательным, что ли, в том, что тебе интересно, а что не очень-то интересно. Здесь вот некое такое накопление даже не усталости, а вот каких-то разочарований. Ты чем-то позанимался, что-то там поизучал, в чем-то поковырялся и понял, что мелкая какая-то история. Потерял время, силу, энергию, а мелко. На выходе. И вот это скорее, если говорить о витке, вот на котором находится Иванов, то я, возможно, где-то еще на шаг до этого. Ой, да, слава богу. Во всяком случае, ни футбол, ни пиво мне неинтересны. Ну, интересно что-то другое из таких, наверное, тоже не совсем правильных вещей, правильных помыслов. Но, не знаю, пока еще мне кажется, что очень много всего интересного, чем... О чем вы мечтаете? Вот вопрос прямой. Мне просто интересно, о чем мечтают мужчины? Вот есть у мужчины мечта? Вот именно мужчины. Потому что вот 23 февраля прошло, всех поздравили, никто не спрашивает, что кому нужно, вот о чем мечтают мужчины. Мне вообще сложно всегда было понимать, я до сих пор не понимаю, не научился понимать, чем в этом отношении отличаются мужчины от женщин, там, я не знаю, ребенок от взрослого, я не знаю, немец от русского и так далее. Мечта, не знаю, есть какая-то, вот мечта это как-то интересно прожить, интересно пожить, чтобы были интересные люди рядом. Интерес у вас ключевое слово, Анатолий. Для меня да. Вы знаете, я боюсь, что... Не разочаровывайте меня, мне кажется, мечта должна быть. Боюсь, что все, так сказать, что хочется, вот, то, собственно говоря, и делается. Вот, и есть какие-то жалкие нюансы мелкого характера, вот. Но в целом, понимаете, как свою жизнь организовал, так она и проходит. И, наверное, это как-то соотносится с теми, с той мечтой, да, которая как-то вот формировалась в течение жизни. Буквально перед записью программы я тоже послушала Юрия Арабова, нашего известного сценариста, и соотнесла с фигурой Иванова. Тут какие-то аналогии у меня возникли. Мне показалось, что у Иванова вообще в жизни нет радости, нет оптимизма. Вот он как-то, вот он и не любовник, он и не, так, какой-то там вот и не хозяйственник. Ну, не то, не это, не пятое-десятое, потому что у него нет радости. Он не радуется тому, что у него там есть жена, что его любит девушка. Не радуется и этому, и этому, что у него есть друзья, что вот у него, наконец-то, есть деньги, чтобы что-то. И вот цитату хочу привести, это вот и с радостью, и вообще с философией. Вот слова Арабова, насколько вы с ним согласитесь, мне интересно ваше мнение. «Человек не создан для счастья, но без радости жить – это оскорбление Бога и природы. Мы достойны радости. Но счастье невозможно, поскольку есть смерть, смерть близких, болезнь и одиночество». Насколько это соотносится вообще с Ивановым, с Чеховым, со всем? Ну, с первой частью, конечно, можно согласиться, потому что действительно, так сказать, как бы уныние и безрадостное ощущение жизни – это оскорбление. Со второй частью согласиться трудно, потому что болезнь и смерть – это часть нашей жизни. Если атеистически подходить, тогда да, но если всё-таки, так сказать, вот, всё-таки понятие Бога существует, то мы должны были знать, что, наверное, так сказать, как бы смерть и болезнь – это тоже часть, так сказать, как бы нашего бытия, которое мы тоже должны принимать и со смирением, и с радостью, хотя это трудно и требует, так сказать, как бы очень серьёзных духовных усилий, но это условия нашего существования, условия нашего взаимообщения. Вот, поэтому согласиться я могу только с одним. Павел, а вас я попрошу всё-таки заинтриговать наших горожан, ваших зрителей, зрителей вашего театра, пригласить на премьеру, рассказать какие-то детали и поделиться фразой, которая для вас является красной нитью в спектакле, вот самая смысловая такая, где нагрузка в спектакле, вы её выделяете, эту фразу, есть она для вас? Не обязательно за вашей роли, а вообще, вот что это за слова, чтобы люди пришли, обратили внимание на них тоже? Да, знаете, там много таких фраз, и не столько к фразам, наверное, надо фразам как таковым делять внимание, сколько смыслу, который за ними скрывается. Иногда во фразе звучит одно, подразумевается совершенно обратное, но вот для меня одна из, например, таких вот загадочных фраз, ну не то чтобы загадочных, а интригующих, как вы говорите, фраз, это вот когда герой Димы Добрякова Иванов или Иванов даёт совет моему герою, доктору Львову, он говорит, запритесь себе в маленькую раковину и делайте маленькое Богом данное дело. Вот насколько однозначно можно и должно оценивать эту фразу? Тут нужно думать, думать и думать. Вот для меня это такой совет, ну не без лукавства некоторого, он даёт поводы, энергию думать о всех вот вводных, о мотивациях, правильных поступках и так далее. Да, 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 но это действительно повод для размышлений. И думаю, вообще, спасибо, у нас вышло просто время, поэтому вынуждена вас остановить. Думаю, что поводов для размышлений у зрителей будет достаточно, потому что вещь, как ни крути, глубокая. Что тут говорить, чехов, классика. Спасибо вам большое. Напомню только, 27, 28 и 29 февраля у вас будут идти спектакли, да? И премьера во сколько состоится? Премьера в 6 часов 27-го. В 6 вечера. Ну что ж, приглашаем. Обязательно. Все наши дружные, как выяснилось, компании на премьеры и последующие два спектакля. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Было очень интересно. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!